В Элисте, да, очень большой процент людей, которые непосредственно связаны, получается, с нынешней властью, ну, именно в работе. И, ну, им просто некоторым даже по контракту нельзя ничего говорить против власти. В Москве же люди более свободны, каждый своим делом занимается. И большинство людей здесь, естественно, согласны всем, что Трапезникову не место на должности главы администрации города, уже главы администрации. Изначально, если вы помните, на него в новостях писали глава города, глава администрации. Теперь он просто глава администрации, то есть сити-менеджер, назначаемый человек, назначаемая должность. И в Москве вот все считают, что, большинство считает, что ему не место на этой должности. И более того, в Москве очень много людей, наверное, тоже большинство считает, что не место на должности главы калмыкии Бату Хасикову. Ну и, соответственно, и Орлову Алексею Маратовичу в Совете Федерации. Сначала всего этого движения прошло уже сколько? Два полных месяца, да? Октябрь, ноябрь. Многие такие идейные личности высказались, поддержали, например, Александра Буратаева в своем... Краченый, кто такой? Ну вот, на гайке сидят, на гайке. Эхо, фишка, да, в эфире? Есть слово, как вам судить, да? Все, мы здесь, да? Все, там уже эфир идет, да? Пацаны, мы в эфире, давайте немного так... Сколько вам? Особране. Ну да. Не отвлекайтесь на вот такие там крашеные, не крашеные. Ты сейчас в эфире? Сейчас я, сейчас я. Ты сказал, чтобы люди пошли в ЗАН-онлайн? Да, говорю. Кому неудобно с Инстаграма смотреть, заходите в ЗАН-онлайн, YouTube-канал ЗАН-онлайн. Я буду перебивочным. Так, и давайте друг друга слушать тоже, чтобы мы не просто, не балаган было, а... У нас же типа, ток-шоу. Ну что, давайте начнем, да? Да. Народ есть. Батма Ачира. Ой, Батма Акверчи. Батма Ачирка. Да, всем привет. Не знаю, куда смотреть. Там, что-то. Не, может, на нас, на всех. Ну, в общем, вчера был общероссийский гражданский форум, где были я, Эдуард Балтыков и Арслан Ктелхаев. Это Кудринский форум, так называемый, ежегодный. И форум работает между непосредственно проведениями форума. Он еще работает в таком постоянном режиме. Ну, и для нас это была большая очень площадка, с которой мы могли рассказать о нашей проблеме. И мы это сделали, задали вопрос, когда был на площадке по местному самоуправлению, мы задали вопрос про Трапезникова, какие есть инструменты для того, чтобы его отстранить от должности и вернуть прямые выборы мэра. Дело в том, что на форуме собрались в основном сторонники идеи выборных мэров и, в общем-то, проголосовали абсолютным большинством, там, 91,5% проголосовало за то, что институт сети менеджеров надо упразднить и вернуть прямые выборы мэра. То есть, огромная часть России уже считает, что институт сети менеджера себя изжил. И выступала Сардана, всем известная. Мы взяли у нее комментарий специально для Калмыкии. Она вот сказала, что депутаты должны взять на себя ответственность и решить этот вопрос, что нам нужно работать с депутатским корпусом. Потому что институт сети менеджера, он искусственный, он уже показал свою неэффективность. А вот как раз таки Сардана, человек, которого по-настоящему выбрал народ, она вот своим примером показывает, что может сделать человек на этом посту, когда имеет поддержку населения, когда имеет авторитет и уважение среди своих горожан. Сардана нас поддержала, она прям не стала уклоняться, хотя она сама при должности могла бы там как-то расплывчато об этом говорить. Но она сказала все четко, сказала, что институт выборных мэров, он более эффективен и что вашим депутатам надо решить этот вопрос самим, взять на себя ответственность. Она вот так сказала. Это действительно, по-моему, правильные слова, потому что сейчас они себя ведут безответственно. Они ведут себя как временщики, которые пришли для того, чтобы отсидеть свои 5 лет, может быть, что-то нажить себе и закончить с этим. Они должны быть ответственными, это депутаты, они должны думать о будущем города, республики. И вот как раз сейчас вопрос стоит именно вот так, потому что назначение таких типов, как трапезников, это прямой путь к упражнению республики, потому что люди его восприняли вообще не критически, ну я имею в виду власть. То есть они им просто сказали, вот этого поставьте во главе листы, они взяли под козырек и все. Спрашиваешь у них, за что вы ему дали листой управлять, никто не знает. Хасиков сказал, Единая Россия, мы там голосуем корпоративно, или там как они это называют. И все, то есть это просто марионетки, автоматы какие-то. Как вот монету закидываешь, он шоколадки роняет, типа этого. Спустили им указание, они с готовностью ответили, да. Так не должно быть, депутаты должны отстаивать мнение и интересы общества. И Сардана отличный пример. Мы хотим иметь именно такого мэра, который бы был из нашей среды, нами уважаем, и которого мы могли бы поддерживать, и нам было бы не зазорно это делать. Потому что вот поддерживать нынешних лидеров зазорно, это ниже чувства собственного достоинства. Это просто задевает чувство собственного достоинства. А когда будет настоящий лидер, которого мы уважаем, с ним почему бы не работать, даже во власти? Тут никаких проблем не будет. Ну, в общем, кроме вот этой панели, были еще, ну, то есть форум разбился на площадки, на рабочие группы. И мы решили с нашими ребятами не идти на одну площадку, а разбиться на группы. То есть Эдуард Балтыков пошел по муниципальному самоуправлению. Я пошел там, где обсуждались ценности гражданского общества, а Арсланг пошел на проблемы выборов. Арсланг Талхаев. Это координатор движения «Голос». Он у нас участвовал во время этих выборов, «Голос» участвовал. И во многом благодаря «Голосу» Элиста дала меньше всех процентов за Хасикова. Ну, то есть приближенные к реальности цифры дала, скажем так. То наша группа, которая работала по гражданским ценностям, она отличалась от тех двух групп, потому что в тех двух группах уже были прописаны шаги. Они обсуждали и, в общем-то, голосовали. Ну, поскольку над этими шагами долго работали, то они были достаточно продуманы. И вот, например, по местному самоуправлению уже предлагалось упразднить институт сети-менеджера и вести прямые выборы. Ну, наши проголосовали за, естественно. И, как Эдуард рассказывал, как такового обсуждения не получилось, потому что, ну, инициативы были правильные, и, в общем-то, они просто одобрили их. А вот по гражданским ценностям, ценностям гражданского общества, там был чистый лист, и мы прописывали эти ценности в дискуссии, там прописали ценности. И прописали, как мы можем добиваться пошагово, да, там, ну, точнее, пошагово еще рано говорить, но как, в принципе, можно добиваться вот этих вот отстаиваний, этих ценностей. То есть мы к ценностям отнесли, естественно, свободу, отнесли даже вот, ну, вот то, что я предлагал, это уважение, достоинство, то, что было у нас в повестке, репутация, да, потом в ходе дискуссии репутацию решили не записывать, потому что была такая предложена ценность доверия, да, повышать доверие в обществе, и вот репутация, это как раз то, что позволяет, да, доверять друг другу. Поэтому решили репутацию отдельно не прописывать. Ну, я не буду все ценности перечислять, они, в общем-то, есть в Конституции у нас, просто надо научиться их отстаивать. И вот вторая часть дискуссии была посвящена тому, как мы будем отстаивать. Здесь я предлагал, как раз тоже на примере нашего протеста, я предлагал работу на результат, то есть ставить реальные цели, добиваться результата. Это помогло нам привлечь сторонников, когда они увидели такую четкую повестку, и именно поэтому наши митинги были успешны. В общем-то, со мной согласились, но формулировка там стала более широкой, я уже так на память не помню. Это все на сайте гражданского форума появится, это итоговый текст, потому что итоговый текст мы не успели написать, но мы по пунктам расписали, что должно войти в итоговый текст. И вот среди таких предложений была и уличная активность, то есть все признают, что вот эти протестные акции, они эффективны. Кроме того, предлагалось работать с молодежью, устраивать всякие клубы, потому что большая проблема это отсутствие логики у людей, которые воспринимают информацию не критически, и вот предлагалось как-то развивать вот это вот, как-то больше общаться с молодежью. И вот как раз-таки это уже даже не я предлагал, но все это понимают, использовать активно соцсети, потому что то, что тоже фишка нашего протеста, это соцсети, и это, как мы видим, это тренд, все предлагают заниматься именно этим. Больше использовать игровую модель, вот то, к чему молодежь привыкла, как раз-таки играть и достигать результата, вот надо опираться на это. Ну я пока, наверное, закончу с этой частью, потом, если что-то, какие-то вопросы будут, я отвечу. Следующий кто у нас, у нас, по-моему. Если, может, есть какой-то вопрос, у нас, у вас какой-нибудь вопрос. А вообще больше не получилось, да, поговорить с Сарданой? Да, Сардана была на раскат, она стояла на сцене, Эдуард ее таким жестом подозвал к себе, она спустилась, а там РБК были среди тех, кто устроил, ну, как сказать, информационную поддержку, да, обеспечивал. И стояли уже камеры, готовились к интервью Сарданой, но Сардана подошла и сказала, я, говорит, сейчас с ребятами переговорю, и вот она буквально дала нам минутный комментарий по Калмыкии и уже потом пошла к журналистам, то есть она предпочла нас, к журналистам. Может, она подумала, свои, да. Это тоже понравилось, как ее такой жест демократичный. Мы стояли со своим телефоном Xiaomi, а там рядом камеры ждали, да. Там спрашивают вопрос, дайте слово молодому, который крайний вообще. Не, а есть там конкретный вопрос? Нет, ну, нету там. Все все на момент тут говорят. Ну, там может представиться, чем занимаешься. Меня зовут Дрджи, я занимаюсь режиссурой и видеосъемкой. Занимаюсь долго этим. Сам по себе я творческий человек, по мне видно. Сразу выделяюсь из толпы. Что еще могу сказать? Я поддерживаю инициативу. Мне нравится, как развивается сейчас молодежь. И я за любую творческую движку. Я очень рад, что я попал сюда. И мне это очень интересно. Я хочу всем показать приветствую. Ты против профессионалов? Ну, как и нас, движуха. Я бы могли туда подтянуть. Меня, кстати, да, могли подтянуть. Мне предлагали какие-то оформления. Ну, я отказался. Отказался, потому что зимой рисовать, это, во-первых, очень некомфортно. Рисовать зимой, это холодно. Рисовать граффити? Да, рисовать граффити. По самому передачи Гордовякова нарисовали гарджи вместе с друзьями? В прошлом году мы с друзьями нарисовали Гордовякова на пятом микро-районе. Все видели. Все видели, да. И видят. И видят, да. Я думаю, долго. А сколько человек у вас? Нас было трое. Мы трое рисовали. Тоже так же в ноябре. Но тогда было потемлее намного. И тогда было очень круто. Это было прям. Первый раз такую большую работу оформить. Это было реально. И достойно мы делали. Так, Даржи так же. Вот 1 октября, когда был молебен, в этот день у него была премьера фильма. Да, в этот день мы презентовали с другом фильм «Раскол», картинтражный фильм. Нас почему-то объединяли с тем, что митинг и наш фильм, он как-то приурочен. Хотя это была просто такая тема, которая давно уже у нас накипела. Еще до Трапезникова, когда происходит вот это панибратство, когда люди начинают делиться. Калмыки начинают между собой выяснять отношения. Поэтому вот это мы давно носили. И так просто совпало. Это просто реально звезды сошлись, когда был митинг. Через 2 часа митинг, а у нас премьера в октябре. Ну, прошло, кстати, все хорошо, отлично. Мы рады были, что пришло достаточно много людей. Много людей, кстати, пошли потом на… Да, потом все почему-то пошли сразу, все на митинг. И там все засмеялись такие. Это 13 октября уже было? Нет, это 1 октября. А, да? Да. Ну, было круто, на самом деле. А, еще. Ну, и насчет масок. Я делаю маски калмыцкие на калмыцкую тему. Подписывайтесь, используйте, потому что это очень крутые маски на калмыцкую тему. Позже выложим. Все, наверное, видели маски из калмыцких лаг. Калмыцких лаг на щеках. Да. С пагодой. С пагодой, потом для… Мантрами, да? С мантрами, да. Мантрами там очень крутые. Сейчас все подумают, что… Подписываемся всем. Все ролики нам делает Даржи. Даржи делает нам ролики, но не все. Ну, что делаем? Делаем у Осяга Дефиннера, да? Да. Дальше уже. Да. О, ближе. Перелал тоже. Задам нам ты. Азар Андженов, да? Ходи чай пить. Слышь, что не упало. Или ты можешь подержать как-то так вот так. Да. Там сзади фон… Или отсидни вообще. Сзади на фоне. Берлик. Ну, что страшно. Берлик. В общем, всем привет. Меня зовут Алдар Андженов. Я думаю, многие меня знают. Я сейчас в Москве с ребятами. И мы сейчас с московской ячейкой делаем один проект. Ну, мы делаем несколько проектов. Но я хотел сейчас анонсировать один проект. Но он посвящен не протестному нашему движению и прочим таким политическим вещам. Этот проект носит, скорее всего, такой культурный и общественный характер. В общем, я часто приезжаю в Москву. Ну, и вообще другие города. Стараюсь там встречаться по миру вообще. Куда бы ни приехал с земляками. И у всех очень большая проблема. Проблема в том, что нет живого общения именно с своим комьюнити. И такой у нас с ребятами созрел план сделать iRAT комьюнити центр. То есть, общественный центр для iRAT. То есть, ну, вообще какая цель у этого общественного центра? Цель создать в местах компактного проживания iRAT. Ну, не обязательно в Москве, допустим. Можно в Питере, там, Праге, Париже. В том числе и в Элисте. В том числе и в Элисте, Монголии. Там, где живет достаточное количество, там, калмыков, iRAT. Такие общественные центры. И, ну, чтобы они были автономными. То есть, этот центр, он преследует цель такую. То, что safe place. Ну, сейчас модно говорить. Есть выражение safe place. Безопасное место. То есть, как, куда ты можешь прийти и, ну, почувствовать себя в безопасности, там, в благоприятном окружении. Ну, так. Также в этих iRAT комьюнити центрах будут создаваться языковая среда. Проводится культурные, образовательные мероприятия. Как вообще все это вижу? То есть, мы сейчас встречаемся с разными людьми. Там, Архтазауз, как говорят пацаны. Ну, чтобы собрать такую инициативную группу. И попечительский совет. Так. Ну, этот центр мы хотим сначала запустить в Москве. Написать, как бы, дорожную карту, там, методичку. И методичку отправлять всем нашим землякам по миру. Чтобы создавали такие же центры. Мы не хотим, как бы, то, что было, как бы, какая-то там, иерархия, еще что-то, монополия. Дело в том, что самая главная слабость айратов, это то, что они децентрализованы. Но в 21 веке именно децентрализация, это самая главная сила. И в этом я вижу, ну, как бы, такой один из способов, ну, для нас, как для этмоса, сохранить себя. То есть, именно вот такая децентрализация. То есть, мы кочевники, ну, и сталкиваемся с разными проблемами разного плана, там, языкового, культурного, экономического. И, ну, много людей уже разъехалось по всему миру. Но, именно, ну, как бы, благодаря тому, что, там, есть земляки и родственники в каких-то местах, люди объединяются. И если мы это сделаем грамотно, ну, отработаем эти механизмы и заложим основу на дальнейшее, как бы, я хочу, чтобы этот проект, как бы, стал вечным. Вечно, то есть, у нас сейчас спрашивают, ну, у нас третьих, ну, на сколько проект рассчитан, на какое время, или, там, что, через какое время вы хотите, там, чего-то добиться. Я хочу, чтобы это, ну, как бы, такие комьюнити-центры, они стали по образам и работали, и работали, и работали, как бы, вечно. Ну, такие примеры приведи, какие уже существуют. Ну, вот, я смотрел примеры, допустим, еврейских центров, ну, можете погуглить, там, разные есть центры, их, по-моему, 5, там, организаций, которые делают тоже такие автономные центры. Ну, самый такой пример, это корейские центры общественные в Америке, ну, в США и в Канаде. То есть, как вообще двигаются корейцы, допустим, там, вдали от родины, то есть, они, допустим, как-то объединяются в городе, скидываются деньгами мужики, ну, не обязательно мужики, снимают какое-нибудь здание и делают там общественный центр, куда ты приходишь, там есть, там, допустим, молильная комната. Дело в том, что у корейцев же нет такой единой, там, допустим, религии, они, там, кто-то протестант, кто-то буддист, кто-то еще кто-то, и, там, какие-то свои, ну, это не разделяет их, они все равно объединяются. И в этих центрах, то есть, мужчины пришли, занимаются какими-то своими делами, женщины, там, занимаются своими делами, дети, там, друг с другом играются, там, детский сад, там, воскресного дня. И в итоге, вокруг этого общественного центра, ну, он становится центром притяжения для всех земляков, и вокруг него начинает, он начинает обрастать маленькими бизнесами, потом люди начинают, там, арендовать квартиры вокруг него поближе, чтобы быть к землякам, и формируется такой, там, Кей Таун, или как Чайна Таун, такого плана. И такого плана центр, центры мы можем создать, на самом деле, по всему миру. Почему мы начинаем с Москвы? Ну, потому что здесь больше всего калмыков, айратов, именно активной части, экономически активной части, потому что все, в основном, сюда ехали, ну, по некоторым подсчетам, тут почти, что, 4 тюмена айратов находятся в Москве. Да, да, говорят даже больше, да, но 4 тюмена айратов могут многое сделать, на самом деле, если объединяться. Поэтому я хочу призвать людей, чтобы они объединялись, не обязательно, чтобы эти центры в других городах, допустим, делали мы, там. Бату Сергеевич, об этом числе говорю, 40 тысяч. Допустим, как я вижу такой центр в Москве. Мы, допустим, снимаем корпус какого-нибудь старого завода, или какую-то такую площадь, делим его на две части, общественную и коммерческую. Ну, на общественной части, там, допустим, лекторий, спортзал, там зал для танцев, и там проводятся, ну, люди приходят и проводят свои мероприятия, члены айрат-комьюнити-центра. А коммерческая часть, это сдается в субаренду, участникам того же айрат-комьюнити-центра, для своих маленьких, допустим, ну, и немаленьких бизнесов. Для чего это делается? То есть, когда мы объявляли проект на одном из собраний, нам старший пополенец сразу сказал, это вы хотите деньги зарабатывать, еще что-то, ну, они к этому относятся как-то негативно, то есть, надо, там, просить у государства, еще что-то. Ну, смысл в том, что аренда в Москве, это самая главная проблема, то есть, очень дорогая аренда, и нам не хватит разных спонсоров, чтобы вот этот, ну, как наш комьюнити-центр существовал постоянно. Он должен быть автономный, он должен сам, самодостаточный, да, чтобы он сам зарабатывал, но он может зарабатывать, допустим, на субаренде, и, как бы, объединять те же маленькие бизнесы. Потому что у нас есть такая проблема, допустим, в Москве очень много, там, стоматологов, там, адвокатов, еще кого-то. Если их всех объединить в одном месте, это будет хорошая, ну, генерация, как бы, трафика, и, ну, земляки подтягиваются. То есть, мы сейчас прописываем, ну, проект этот, я просто, может, сумбурно как-то это все объясняю. Ну, в проекте там будет, я выложу в сеть, там все, в принципе, прозрачно и подробно. Так, вы можете задавать мне вопросы, а то меня, вот так, чтобы хоть как-то меня направлять, а то мне могу так говорить и говорить очень много. Какие-то подвижки уже есть к этому? Здесь пишут, что есть же представительство Калмыкии, и можно открыть что-то подобное на его базе. Ну, я про представительство хочу сказать то, что, ну, представительство, это общая государственная структура. Опять же, допустим, представительство есть в Москве, а в Питере нет такого представительства, в Праге такого представительства нет. И нам нужно... В Алихарди нету. Да, в Алихарди нету, там, в Нягоне, в Сургуте, где очень много калмыков, на Чукотке, Ванадоре, такого представительства нет. И их не будет никогда, потому что это, как бы, ну, государственные. И, как бы, нам нужно отработать именно такой механизм, что мы сами это сделали, ну, люди сами, общественные, как бы, и чтобы дать пример другим людям, чтобы не надеялись, там, на какие-то государственные институты. Ну, по сути, многим государственным институтам, ну, как бы, нет дела до таких объединений. Нет, даже если дело есть, но просто все, что государственное, это такой сложный механизм, он где-то работает, где-то не работает. Ну, он должен работать, да, но не всегда это все быстро происходит, все это согласование, а это просто, получается, сами жители, как сказать, скоординировать и что-то принимать решение. Да, 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 создают коммуникации. Все, я говорю сейчас, пример хороший, в наших калмыковских селах многие жители сами сообща что-то делают, там, бассейн детям построят, там, отремонтируют, там, что-то еще, там, и люди уже, как сказать, проснули. Сами сорганизовались и делают, они не ждут поддержки, если будет поддержка, хорошо, то есть, не будет, ну, ничего страшного, надо самим не сидеть, а что-то делать. Ну, и плюс я говорил о safe place, ну, о безопасном месте, дело в том, что если это будет на базе, допустим, какое-то государственное учреждение, то вы знаете, то, что часто, вот, допустим, как в нашем случае, государство, ну, источник опасности, Ну, нет, не источник опасности, а то, что государственные чиновники пытаются, ну, все это взять именно под свой контроль как-то и использовать для своих каких-то политических интересов. А я хочу, как бы, ну, с ребятами, физически, да, сделать именно такое место, где не было бы политики, не было бы, вот, как вы в Хурулл приходите, то есть, допустим, не знаю, Кирсан или Мжинов, и там какой-нибудь, не знаю, его там противник, враг, да, которым они всю жизнь, там, Валерий Антонович, да, они ждут друг друга, всю жизнь, допустим, воевали, но в этом месте, в этом комьюнити-центре, они приходят, и они, ну, как бы, забывают про вражду. То есть, такой, как Хурулл, как церковь, такое место, но безрелигиозно, ну, такого оттенка. То есть, мы сейчас пишем манифест, но если вы хотите, можете принять участие, помочь нам, манифест, вот, для всех айратов, ну, айратов, кто считает себя айратами, чтобы, допустим, на входе в комьюнити-центр было такое... Правила поведения, правила жизни, типа договора, да, общественный, общественный договор, то есть, то, что нужно, ну, дело в том, что сейчас у калмыков, айратов нет единого, как бы, какого-то кодекса поведения. Ценности размытые. И ценности у одних, одни, те, кто, допустим, в Москве, у других, там, кто в другом месте, другие ценности, очень быстро перенимаем мы чужие ценности, а, ну, как бы, свои, свои забылись. И в этом, в этом большая проблема. Ну, так, получается, на, сделать шаблоны и дальше уже передавали, да, по другим регионам и... Да, самое главное, нам сейчас отработать эту концепцию, написать прям методичку и прям ее засылать всем активным ребятам, кто, допустим, в других городах и странах находится. Цель, основная цель, чтобы было таких центров очень много, они устойчиво существовали, развивались, и чтобы между ними была постоянная связь, экономическая, культурная, семейная, то есть, ну, чтобы люди знакомились, там, женились. По поводу, допустим, мероприятий и прочего, как я все это вижу, да, очень много у нас организаций калмыцких, допустим, в Москве, той же, ну, в Питере, в Москве... Чем отличается это от той же Джунгарри, да, у нас? Ну, это, самое главное, то, что это не организация, как бы, а место. То есть, любая общественная организация может там базировать. Да. И даже мы хотим, чтобы... Мы хотим, чтобы все эти организации базировались именно в таком месте, не в представительстве, не еще какого, а чтобы мы все вместе, как бы, двигались и чтобы была синергия такая. То есть, это не аналог других организаций? Здесь вот пишут, Ванадыри, всего-то 15 человек, вот по численности разъяснено, да. Ну, я думаю, то, что, допустим, Ванадыри, вы 15, ну, я думаю, что там больше 15 человек. Ну, это докутрирует, может быть, здесь фейк пишет, просто вот по численности. По численности, допустим, в любом городе, где больше 500 айратов, по-моему, можно спокойно делать этот центр. Причем, это могут быть не только же айраты, да, есть представители, ну, там, других националистов, которые родились в Калмыкии. Конечно, да. Они не могут просто уже без... Без калмыцких листов, да, вот как друзья некоторые русские. Увидишь там, типа, и уже как в дом так было. Они по-любому тоже будут входить в эти центры. Конечно, конечно. И количество увеличит, что ли. Потому что айрат это союз, да. То есть, если вы с нами, если вы разделяете, то есть, айратами раньше и были и алтайцы, и тувинцы, ну, как бы, часть бурятов, часть туркменов, еще кого-то, как бы. Айрат это собирательное название. Поэтому, как бы, неважно, там, какой ты националист. Главное, что ты разделяешь именно эти ценности. Ценности, там, определенные, семейные, еще какие-то. Союз-полимент. Союз, да. Ты не думаешь, что государство испугается и подумаешь, что это аналог государственного органа. Ну, это... Это у нас, как один чиновник сказал, то, что выиграть в Калмыкии, да, это всего лишь статистическая погрешность. Ну, типа, для России. Поэтому, как бы, мы же статистическая погрешность, ну, что нас боятся, как бы. Поэтому, ну, мне было очень обидно услышать, как бы, такие слова. Я себя не считаю статистической погрешностью. Я думаю, что все, кто смотрит сейчас наши эфиры, не считают себя статистической погрешностью. Ну, вообще, да, у нас цель именно обидеть айратов не только о России, а у нас много есть айратов. В Европе, в Америке, это из тех, кто ушли, ну, с нынешней территории Калмыкии. Но, помимо этого, есть еще айраты в Синьцзяне, в Монголии, да, в Монголии, в других областях Китая. Там, Тайвань, Кыргызстан. Если бы вообще было бы еще здорово, если бы еще подтянулись эти хазарейцы, да, они тоже себя айратами многие начинают считать. Да. Они реально айраты, и вот у них это пробуждается, они тянутся. Да, и если посчитать, то по миру, вот как считал Сан-Джи Хойт, по-моему, айратов от миллиона до, не буду говорить, в верхней границе, да, но около миллиона человек есть. Вот, поэтому этот вопрос такой негосударственный, да, то есть государства, любые империи, они появляются, исчезают, а народы остаются. Но народы сами выбирают жить или не жить, они либо ассимилируются, растворяются, да, либо продолжают жить. Есть народы, которым по несколько тысяч лет, есть народы совсем мало, и наш народ, он уже несколько сотен лет, ну, если так имеется в таком названии. Тысяча, тысяча лет. А, ну да, айратам тысяча лет, вот, получается, чуть больше, в девятом веке, да, и в ком появились. Вот, само понятие айрат появилось, вот, и поэтому у нас очень богатая, глубокая история, которую мы можем укрепить на данном этапе жизни нашего народа, и получается, эти центры, они созданы для... Как сказать, цементирования, для объединения айратов по всему миру, как Алдар заметил, мы кочевники, поэтому неважно, какая земля под нами, да, главное, что над нами одно небо, вот. И мы, ну, даже пример евреев, да, раньше тоже про них говорили, что их раскидало по всему миру, потому что их сильно прессовали, у них очень тяжелая история, и у айратов история тоже тяжелая, у нас тоже получилось так, что раскидались мы, да, по миру, но сейчас про евреев не скажешь, что они раскиданы по миру. Лучше сказать, они, как сказать, опоясали мир, да, охватили весь мир, да, и то же самое, надо поменять просто, да, отношение к этому. Нам пытаются, вот, когда начались все протестные движения, вот, мне говорили конкретно, да, там, вот, мы знаем, ты патриот, ты всегда будешь за калмыки, но вот вокруг тебя, там, ребята, у которых цель сбежать в Америку, то есть для них это какое-то благо. Люди, которые это говорят, они считают, что уехать в Америку, это лучшее благо, то есть я уверен, что когда-то эти люди сами и уедут, когда у них закончатся сроки их работы, потому что они в этом видят самый большой плюс. В этом я не вижу абсолютно никакого минуса, кто хочет жить в Америке, живите в Америке, хочешь жить там в Киченеровском районе, живи в Киченеровском районе, но главное, ты должен осознать, осознавать себя айратом, и, конечно, когда ты живешь в Калмыкии, то это сделать легче, потому что, ну, как ты в среде, да, находишься, если ты живешь где-то в Европе, в Америке, то есть в другой обществе, то легче потерять все и размыться, да, вот, и чтобы этого не происходило, нам нужны такие центры, айрат комьюнити-центры, да, где будет происходить такое, как сказать, погружение именно в народ, да, когда ты будешь ощущать себя частью одного большого великого народа, и, например, я тоже часто слышал, москвичи говорили, или еще кто-то, они переживают там за своих детей, потому что дети растут в другом обществе, не в калмыцком обществе, да, трудно учить язык, да, в листе трудно учить язык, потому что никто не говорит на калмыцком, в другом городе это еще сложнее, и такие центры, они помогут даже восстановить язык, я вижу в этом одну из главных целей на первый этап существования этих центров, потому что вот Алдар тоже предложил такую хорошую идею организовывать, например, детские лагеря для всех членов этого центра, да, Вот, допустим, я могу... Где вы не находились, да? Да, я расскажу. А, вот, снова вам хочется... Почему вообще я... Почему я вообще загорелся этой идеей, когда мне Алдар рассказал про эту идею? Алдар предложил такого, когда вот функционируют все Айрат-центры по всему миру, допустим, у нас компактно проживают Айрат и Калмыкия, Калмыкия, Москва, Санкт-Петербург из крупных городов России, Потом Чехия, Прага, Франция, США, несколько штатов, в Израиле, Голландии даже, да, у нас люди. И когда мы в Москве сможем это сделать, а мы это сможем, это уже в Советности надо сказать, мы отдадим по типу франшизы другие регионы, все это, другие страны, там создают свои родные центры независимые, но цель наша это коммуникация между нами всеми, чтобы мы не теряли связь. Да, сейчас интернет, и это тем более еще и легче будет сделать. Поэтому Алдар рассказал, что, представьте такую ситуацию, мы в Уф-Саймаке отправляем в Уф-Саймак детей со всех, комьюнити-центр отправляет по всему миру, Айрата со всего мира, США, Франция, Чехия, Россия, и все отправляются в Монголию. Стоит он там 4 тысячи рублей. Смена, 21. Дети погружаются в языковую среду, а там разговаривают на нашем языке. Дети знакомятся, соцсети, в дальнейшем дети вырастают, становятся кто-то успешным бизнесменом, политиком. Включают браки. Включают браки, все это идет в синергию, объединение. Они чувствуют свою причастность не только к калмыкам, 200 тысячам народу, они чувствуют свою причастность к Айратам, миньонам народу по всему миру. И это, естественно, возвышает само сознание и придает уверенность. После этого, ну, я прям загорелся этой идеей, просто представил, представьте, там, мальчик из Филадельфии, познакомился с девчонкой из Праги, там, и они заключили брак, там, ну, это все, это же... А потом они выросли, он стал, там, в Силиконовой долине, каким-то, там, вторым Илоном Маском и Сергеем Брином. И у него знакомые все его из этого детского лагеря, он помнит их всех, и они тоже сами по себе все. То есть это, я вижу в этом, там, интересные бизнес-проекты, то есть мы, да, как мы евреи, мы должны выжить так. И мы сохраним таким образом язык. Поэтому я загорелся этой идеей. И еще я считаю, что вот все протестное движение, да, ну, слово протест имеет такой негативный оттенок. Я считаю, что мы правы, и поэтому мы не за негатив. Да, люди говорят, что зачем вы митингуете, это негатив. Это не негатив, это законное конституционное право, которое прописано во всех конституциях мира, да, то есть... В том числе и в России. В том числе и в России. Мы имеем право выходить на улицу и выражать свое мнение, общественное мнение. И это не негатив. И поэтому, ну, раз вы считаете, что мы негативим, то мы таким образом накопившуюся энергию, я просто чувствую, когда все это началось, в воздухе витала такая мегаватта энергии. И эту энергию сейчас нужно направить на созидание. И я, вот, поэтому я верю, что это получится. Политика-политика. Трапезников уйдет, Хасиков тоже уйдет, даже если он останется в свой срок, осталось ему 4 года всего, он уйдет через 4 года. На второй срок, даже если, ну, я говорю, если, да, он останется и досидит свой избранный срок, второго шанса у него не будет, это точно. И все те депутаты, которые сейчас есть, у них тоже нет шансов переизбраться. Поэтому, депутаты, вам всем привет, вы в последние сроки засиживаете. Вступайте в эрот комитет. Я не заинтересован. Поэтому, невзирая на политическую обстановку, мы создаем неполитический проект. Но это не значит, что мы бросаем это дело, что мы, там, смирились с Трапезниковым. Просто лично мое мнение, что митинговать холодно сейчас. Холодно, да. Я хотел добавить, вот, ценность этих комьюнити-центров, да, это вот, укрепление горизонтальных связей, они полезны при любом раскладе. Там, будь то экономическое, да, там, какие-то проекты, будь это протестный проект, если нам надо выступить за какие-то свои права. Горизонтальные связи, они всегда пригодятся, и они всегда эффективнее вертикальных, потому что вертикальные, ну, чисто физически вертикальные, неустойчивые горизонтальные. Так что, вот, для меня вот эти комьюнити-центры, они, самая важная ценность их именно в том, что они будут укреплять горизонтальные связи. То, чего вот нам сейчас, как народу, очень не хватает, и как политическому проекту тоже. Ну, я имею в виду Калмыкии, как политическому проекту. Не, знаешь, мне даже кажется, когда эти центры уже будут, ну, функционировать, ну, полностью функционировать, то таких ситуаций у нас будут, ну, меньше будут возникать. То есть, также внутри центра будут какие-то политические клубы, там, значит, ну, будут люди с разными мнениями, и это всё будет решаться до принятия решения. Они не вот так, типа, сделали, типа, нате, получите, смиритесь, да, как нам говорят, да? Появится пятая политическая культура. То есть, всё будет решаться заранее, обсуждаться, советоваться, и в дальнейшем уже приниматься взвешенное решение. Как я вот уже говорил, пример приводил, у нас как чукчи спички проверяют, да, гожая она или не гожая нам дали, типа, вот она, черкнула, и теперь ловите через год, да, будет результат или не будет. Это же можно всё заранее проанализировать, проверить, не в высоких кабинетах закрытых, да, секретных каких-то, да, а с теми людьми, которые, на которых это всё отразится. Потому что правление Трапезникова не отразится на этих людях, которые сидят в высоких кабинетах, если у них нет там своего прямого финансового кого-то интереса. Вот это всё отразится на нас, на жителях Элисты, на жителях республики, на жителях Калмыкии, которые сейчас работают в других регионах, но у них в Элисте в Калмыкии остались родственники, близкие даже, там, друзья, и всё, ну, всё связано с Калмыкией. Поэтому, поэтому это касается каждого. Алдар, а насчёт этого, советам? Ты ничего не сказал? Ничего не сказал, ну, ты можешь сказать. Не-не, ты расскажи, а я потом дополню. По поводу совета, ну, там уже на ютубе спрашивают, вот, задавать можно вопросы, и, типа, только слова, только слова, а где действия? Птическая. То есть, мы, ребят, понимаете, мы только в эфире, только сегодня это объявляем, а люди уже хотят действия, как бы. Вот, и уже есть, да. По поводу действий, вот, я в Москве уже две недели, до этого ещё был недельку, и почти каждый день мы с ребятами встречаемся с нашими земляками разными, которые сами хотят с нами встретиться, ну, и просто у меня есть список, которым я примерно составил, и мы ездим по этому списку и встречаемся с людьми. То есть, хочу сказать про попечительский совет, то есть, вообще, как будет работать, функционировать этот аэродкомьюнити-центр, да? То есть, я вот так сумбурно это объяснял, то есть, а этот аэродкомьюнити-центр будет функционировать, во-первых, самое главное, это за счёт участников аэродкомьюнити-центра, за счёт нас самих сел, да, то есть, образно говоря, там, ты хочешь стать членом аэродкомьюнити-центра, тебе дают там магнитную карточку, и ты начинаешь платить членские взносы. То есть, и эта карточка, там, даёт тебе какие-то образно блага, то есть, там, какие-то партнёрские программы, ещё что-то. Самое главное, членские взносы, это, ну, типа, как сказал один умный чувак, рекуррентные платежи, то есть, когда, там, у тебя зарплаты, там, автоматом списывается, ну, образно говоря, 1000 рублей каждый месяц. Я считаю, что 1000 рублей, ну, для московской зарплаты, это, ну, люди Навальному больше, причём знакомые Талмыкии, перечисляют Навальному, и то больше денег. Я думаю, что на такой центр для земляков им не так будет, и, то есть, рекуррентный платёж в конце месяца, там, фото, видеоотчёт приходит на почту, плюс будет аэродкомьюнити-центр функционирует за счёт субаренды, тем же членом аэродкомьюнити-центра. То есть, у тебя есть, ты член комьюнити-центра, и комьюнити-центр тебе, там, по льготной ставке, субаренду сдаёт помещение, там, допустим, я хочу взять под свой магазин, допустим, кто-то под точку торговли мясом, кто-то под стоматологию, там, кто-то под адвокатскую контору, ещё что-то. Также, ну, центр может работать ещё, ну, на первых порах мы формируем попечительский совет, то есть, Мана Ахта Залуз, который считается аэродами, мы ходим на встречи с ними и приглашаем члены попечительского совета, чтобы они на первых порах помогли нам. И мы уже трёх людей, да, таких, видных в Москве известны, заручились их поддержкой по фамилиям. Стоит называть? Ну, а чё, есть какие-то... Я не вижу препятствий. А, ну, вот, в общем, первый... Кулаков Саналдаршинович. Это нам дал своё добро Кулаков Саналдаршинович, известный в Москве. Деятель, да, общественный. Потом Дальган Николаевич Лиджиев, это тоже очень известный врач, у него своя клиника. Да, врач, у него очень много, ну, как бы, влияния какого-то такого, именно, среди земляков. К нему со всего мира приезжает на процедуры. Да, да. То есть, очень известный врач. Также Лиджиев Александр Иванович тоже сказал то, что войдёт в попечительский совет аэродкомьюнити-центра. Ну, и сейчас мы будем... Есть ещё список. Да, дальше по списку. Есть большой список. И будем тоже встречаться, заручаться поддержкой. Всем, кто нас видит... Всем, кто нас видит, да, приглашает в готовых диалогах. Да, давайте, если вы хотите как-то нам помочь, давайте встречаться. Давайте создавать инициативную группу. Может, у кого-то, не знаю, есть какие-то непрофильные активы, там, какое-нибудь здание полуразрушенное, как говорится. Ангар. Ангар. Или неразрушенное. Или неразрушенное, или хорошее. И он хочет помочь так землякам. Пишите нам, звоните. Мы сразу... Да, вот как мы видим этот центр. Это, возможно, отдельно стоящее здание. Либо просто какая-то большая площадь в каком-то здании, да. Ну, вот пример, москвичи знают, такие вот есть. Например, тот же депо, да, как сделано, да, из корпуса завода. Или, там, винзавод, да, там, типа того. В общем-то, здание, которое имеет большую площадь, площадь. И, там есть, такие, какие-то основные виды деятельности, которые и поддерживают его, это... Мы там... Ты перечислял или нет? Ну, деятельность этого рака-мюджета не будет нацелена только на... Не, ну, естественно, что... Сами хайратов. Например, там открывается стоматология, да, какой-нибудь наш земляк открыл стоматологию. Естественно, там туда будут ходить все земляки, да. Все земляки, да. Что будет знать, что там есть. Местные жители. Естественно, туда будут ходить и местные жители, потому что, ну, там... Это как China Town есть, туда все ходят кушать, да, например. Чем занимаются наши земляки здесь в основном, ну, как я считаю, да? Обязательно большой зал, то есть, где и спортзал, и актовый зал, то есть, и для концертов, и для собраний, для праздников. Да. То есть, все это должно быть. А у нас основные профессии, ну, как я считаю, в Москве, это врачи, сотрудники силовых структур и работники общепита. Ну, да, официанты, собственники бизнесов, да, по общепиту. И все эти микропредприятия можно заводить в Айрад комьюнити центр. Таким образом, будет трафик там, как бы, обеспечиваться, и, ну, соответственно, эти бизнесы тоже будут процветать. Им сдаваться будут по льготной ставке. А членам Айрад комьюнити центра, соответственно, будут, владельцу там, условно, дисконтной карты, будут представляться скидки на все виды услуг, которые представляются. Кстати, пример такой, что в Москве не раз, да, пытались, и, может быть, и сейчас есть. Не, я имею в виду, калмыцкие кафе, да, рестораны открывали. Да. Они долго не существовали, если потому что сложно. Трафик, они? Ну, говорю. Вот. А в таком центре кафе будет точно успешным. Ну, даже взять Бурятскую Орду, да, она находится в непосредственной близости к представительству Бурятии. Ну, в центре, да, вот, и туда ходит очень много местных, видно, вот, мы заходили, да, там, сколько сегодня. Ух ты. Вот, поэтому, ну, такому кафе точно трафик обеспечен. Угу. Ну, я сделал тогда тоже обращение, да. Угу. Ну, обращаюсь, а немного, отвечу здесь на пару вопросов, да, от подписчиков, вот здесь. И Халимгар пишет. Одну, я говорю, вулат кельхляринцы, я говорю, ну, халим георуат кельтин. Ну, одну, Халимгар кельхля, их казунь немецчиков, поэтому приходится и на русском говорить. Поэтому всему свое время. И что касается вообще и протестного движения, и наших всех проектов, которые, ну, в будущем запланированы, конечно, мы никуда не уезжаем, мы все остаемся, мы не уезжаем за границы. Просто-напросто сейчас разрабатываем проекты, делимся на кто будет отвечать, кто за какие проекты будет отвечать. И все проекты, они ориентированы только на три фактора. Это возрождение, пробуждение и объединение. Вот три фактора, на которые будут опираться все проекты, которые будут в будущем. А какие будут проекты, мы вас будем, ну, по мере того, как это все будет решаться. И будем всех информировать именно по интернету, в YouTube-каналах, в эфирах. Ну, вы все будьте в курсе событий всего. На этом все. Можно добавить оттуда, там горячее. Ну, Бадма... Вам вопросы есть? Вопросы... Вот я закончил служить? Я издану. Ну, меня задавали вопрос, типа, Бадма, расскажи там про вчерашний... Ну, в принципе, те, кто хочет узнать про вчерашний форум, в начале эфира мы уже рассказали об этом. Ну, не то, что Бадма рассказал об этом, очень даже подробно. И, наверное, даже на днях, может быть, ты опять выйдешь, да, в эфир... Окей, да, да. Если по форуму, то отдельно, наверное, все. Может быть, с Эдуардом даже выйдете, ну, в совместном прямом эфире и более подробно расскажете. Ну, там на YouTube такие общие вопросы, там, типа, как вы видите дальнейшее... Давайте поговорим на тему более интересную всем, которые в данный момент, да, это... Что дальше? Да, да. Трапезников, Орлов, Хасиков. Конечно, наш город. Что наш город, да. Ну, на самом деле, вот эти вот комьюнити-центры, то, о чем Сот сейчас сказал, да, это все как раз таки в рамках нашей политической, скажем так, борьбы тоже. Хотя вот комьюнити-центры будут не политическими, но, как я сказал, они будут укреплять наши горизонтальные связи, и мы просто будем успешнее в этом плане. Что касается Трапезников, никто не останавливался, просто у нас эта пауза, она такая естественная, ну, во-первых... И стратегически важная пауза, на самом деле. Да, потому что нам надо переформатироваться, нам надо вот с этими проектами своими разобраться, иначе просто митинговать, ну, мы, конечно, можем, но, как вы видите, в митингах, ну, эффективность митингов не такая высокая, как всем хочется. Да. Нет, на самом деле она высокая, конечно. Она высокая, просто она незаметная. Просто митинги, на самом деле, вот в наше время, они делаются не для Трапезникова, да, не для Хасикова. Эти все митинги фиксируются, фиксируются в центре, поэтому тот, кто... Там есть каналы такие, да, про Хасиковские, да, как говорят, да, они такие радостные, что у людей пришло не 4 тысячи, а тысячи, и они только положительную новость преподносят. То есть люди, тот человек, который пишет, это очень глупый человек, я уверен в этом, потому что тысячи человек, которые вышли на площадь, это уже такой большой звонок. В Москву, потому что тысячи человек в Элисте, это, если только даже официально, это 1%, а на самом деле это в Элисте меньше людей, потому что многие разъехались. Вот как мы с вами, у нас всех в Элистецкая прописка, но мы здесь. А таких сколько здесь в Москве людей? Поэтому и то, что сейчас мы взяли такую... Мы почему старались и побольше митингов провести, да, до зимы? Мы понимали, что впереди зима, холодно, мы сами не хотим морозиться и где морозить. Но это не говорит о том, что ничего не будет зимой, не расслабляйтесь. Это дело для того, чтобы провести больше мероприятий и дальше, как делали настоящие айраты, монголы, да, мы даем возможность какую-то... Мы не зажимаем, да, врага, как сказать, в угол, да, потому что все знают, что надо дать ему лазейку. Вот сейчас есть возможность подумать о своем будущем, трапезникам и всем остальным, да, кто с трапезником, да, кто прям, ну, решил с ним связать свою жизнь и становиться на его сторону против народа, да. И немного переоценить. Да, подумать, да, переоценить или, может быть, если вы выбрали его сторону, то не предавайте его уж тогда. Идите с ним до конца, но подумайте, где вы можете пригодиться в будущем, помимо калмыки, да. У вас есть возможность, честно, время передислоцироваться, да. Сейчас объясню немного, я по своему опыту, когда вот люди думают, да, что прошли митинги, и они же практически ничего не видят изменения, там, трапезников всячески пиарится в инстаграме. То он там фекалии откачивает, то там деревья посадил, то там дороги какие-то открывает, да, которые тот же окон, не окон, а прошлая команда заложила в бюджет на три года. То есть он сейчас собирает сливки, всячески таскает с собой фотографа, инстаграмит, пиарится. Люди видят только это, то есть, типа, мы подбринтинговали, ничего не произошло, а вот Трапезников, молодец, там, он, типа, делает дела. Да, но вы понимаете, что, во-первых, это все было заложено в бюджет на три года, во-вторых, по своему опыту, я, когда я поехал, там, 29 сентября, да, 28-го приехал в Листу, я тоже думал, если мы, там, мы сейчас все вместе выскажем свое недовольство, то власти, типа, обязаны отреагировать. Я думал, все это быстро произойдет, вот мы сейчас высказали свое мнение, и, там, условно, там, это было в субботу или воскресенье, и опять, в понедельник его убирают, типа, да, мы ошиблись. Я был наивен, я наивно ошибался, и поэтому люди, поэтому, это не так, так не делается, оказывается, поэтому ждите, запуститесь терпения, все, скоро произойдет, я, мое такое ощущение. Да, ну, сейчас давайте про акцию все-таки закончим. Нет, сейчас еще раз добавлю, по, как раз тому, по информационной войне, да, могу сказать, как говорят, читайте между строк, а вы смотрите все между кадрами, почему сейчас приходится вот все писать о дорогах, о лампочках, которые вкрутили, уборке листвы, там, посадке деревьев. На самом деле, в начале самом, когда собирали только информацию, люди с ДНР писали, что трапезников может только пиариться, и это подтверждение этих слов, когда нет реальных дел, приходится заниматься популизмом. Поэтому, надо смотреть, да, между, между, получается, этими кадрами, вы видели, что уже были большие проколы, например, с этим Молоко Инжиниринг, и какой-то из тех же каналов, да, про Хасиков, они включают все равно его достижения свои. Все люди знают, что, уже все увидели, что эта компания такая, тоже с очень сомнительной репутацией, но, видимо, для новой команды это, как сказать, не показатель, да, сомнительная репутация, они готовы с ними работать, Но, уже пара областей в России есть, которые обожглись об этих инвесторов, но, не знаю, наши как будут с ними работать, видимо, они понимают, может быть, что они ненадолго, поэтому, они хватаются за любого инвестора, не проверяя его, лишь бы выдать это как новость. Поэтому, да, смотрите новости, подписывайтесь, но, главное, думайте, всегда думайте и сомневайтесь, потому что, почему приходится говорить о лампочках, которые вкрутили, да, причем, ночное освещение, опять же, это заслуга совсем не Трапезникова, да, это делает сейчас Ростелеком по договору, там, с Республикой, Договор был заключен еще до того, как Трапезников вообще, может быть, научился выговаривать слово и листа, там, правильно ударение ставить, да, вот, поэтому, им приходится об этом говорить, когда его люди благодарят, спасибо за дороги и лампочки, он скромненько молчит, хотя он знает, что это совсем не его заслуга, его, скорее, наоборот, его антизаслуга в том, что все эти проекты вовремя не сдаются. Вы знаете, что парк на седьмом микрорайоне, аллея в центре, аллея Героя, они должны были быть сделаны 30 ноября, дороги должны были сделаны 31 октября, да, по-моему, козырек за полтора миллиона, который заложила, между прочим, прошлая администрация тоже, да, к ним вопрос, Я козырек уже притрабил? Не-не, его просто обивили, а на самом деле, это все заранее, это же делать, это быстро не делается, вот, тоже козырек должны были сделать, опять, даже заплачены за него, по-моему, там, треть суммы, но, козырька этого нет, опять, сроки нарушены, в договоре там прописаны какие-то неустойки, по-моему, но не знаю, с кого... Ну, в принципе, да, сейчас мы просто собираем, пусть все это копится, вот эти косяки, да, скоро это все разрешится, конечно, в хорошую сторону, вот, поэтому не переживайте, все нормально, мы, у нас только, как сказать, энтузиазм только растет, потому что мы видим подтверждение нашей правоты, каждый день какие-то подтверждения бывают, вот, и поэтому подписывайтесь на Хасикова, на Трапезникова, да, на провластные каналы, но даже не назову их провластными, эти каналы не понимают, что сейчас они действуют против центра, против Москвы, против Кремля эти каналы действуют. Протестанты, это... Наши Риа-Калмыкия, что там еще, ну, каналы, как вот, Элистаорг, еще какие-то каналы, то есть эти каналы сейчас действуют против федерального центра, потому что есть такие задачи, да, по нацпроектам, где было не знаю, собрание, да, Устинов собирал, глав регионов, Батухасик туда не приехал, туда приехал Зайцев, вот, где Калмыкию как раз отчитывали, Калмыкию еще какой-то регион отчитывали, вот, которые не справлялись, но другие регионы, по крайней мере, там, что-то сказали, да, там, какие-то, показали какой-то результат, им там новые сроки поставили, А в Калмыкии ни один нацпроект не успевает, как сказать, завершиться в назначенные сроки, то есть в Новый год мы заходим с недостроенными по всем вот этим нацпроектам, а это, по-моему, резьбольница, там, да, какой-то ремонт, вот, школа, да, в Новых Дербетах, еще какие-то, точно не знаю, но люди, которые за это отвечают, да они об этом знают, все прекрасно знают. С огромными долгами, с огромными долгами, да, и вот даже себя поставьте на их место и подумайте, вы уже видите, да, что вы везде по всем фронтам проигрываете, что вы в этот момент будете делать, вот, понятно, что, нет, понятное дело, что сейчас надо просто замылить глаза и думать о том, как бы отсюда уйти, да, но в плюсе, да, поэтому надо еще пристаннее следить за каждым шагом, потому что мы не говорим, да, что, там, трапезниковый вор, да, как-то нас пытается, там, всех обвинять, мы говорим, что у него сомнительная репутация, и мы сомневаемся в том, что это честный человек, поэтому надо очень сильно присмотреться к нему, я, кстати, еще говорил, что его выдает, вот такие мелочи выдает людей, когда он бегает по городу в резиновых сапогах, везде, там, не выпрямляясь, да, там, собирает листья, подметает, еще что-то, но человек не может пойти против своего внутра, против своего подсознания, он не может жить в условиях ниже, чем условия, которые предоставляет наша новая гостиница Марко Поло, вот он, все равно он живет там, несмотря, что, ну, зато в резиновых сапогах бегает, да, вот, так что, на такие мелочи обращайте внимание, это все о многом говорит, читайте между строк, смотрите между кадрами. А вот, еще хотел бы сказать по поводу обратиться к тем людям, которые, благодаря там, Трапезникову, там, Хаситову и, вообще, власти, там, за что-то сделанное, да, ну, вот, вы, когда деньги в банкомате снимаете, вы же не благодарите банкомат за то, что он дал вам деньги, это же деньги из вашей карточки снимаются, и то же самое можно отнести к власти, это их прямые обязанности, это их работа за бюджетные деньги. А откуда формируется бюджет? С наших налогов. За наши деньги они делают, и мы их благодарим, что они хотя бы что-то сделали. Это неправильно. Неправильно. Да, ну, чтобы четко по этим акциям высказаться, протест... Бадман начал, и Бадман заверши, Икер. Он у нас молодой человек. Он у нас сам молодой. Да, протестные акции продолжатся, которые направлены непосредственно по нашей теме, по отстранению трапезников. Мы будем этого добиваться не только через то, что мы там создаем проекты и все такое. Мы будем добиваться так, как мы это начали через протестные акции. И до конца года, в начале следующего года уже мы готовим акции, они будут. Но важно понимать, что теперь мы работаем на будущее. То есть мы не... Если мы раньше выходили и говорили уберите трапезников и мы расходимся, все, вопрос закрыт, то теперь уже не так. Теперь, раз уже они пошли на принцип, то мы тоже идем, уже создаем структуру, которая будет работать долго. То есть и вот эти комьюнити-центры и то, что мы там в Калмыкии думаем, мы пока не можем озвучивать, потому что таких конкретных проектов пока еще нет. Это все будет ориентировано на будущее. Так что никто не сдулся, никто там не дал заднюю, еще прочее. Команда растет. Да, команда растет. И просто сейчас зимняя пауза, пока мы больше будем создачены на проектах. Но акции будут. Так что ждите, мы обо всем сообщим. Все. Чимит даже где-то писал, что готов в наши ряды встать. Чимит, не стесняйся переобуваться. Ничего, ты же аэрации... Только коровский человек. Готовься, да. Вернем корову, все и поможем, да, Чимит, вернуть корову. Чимит, весовой парень. Это как медальончик, он сказал, подарили ему или значок. А, значок дай ему дадим. Так что все депутаты, еще кто-то, то есть сотрапезники, подтрапезники, все не стесняйтесь переобуваться, потому что вы переобуваетесь в правильную сторону. Вы уже переобувались в правильную сторону. Да, да, это несложно знать, как это делать. Всех ждем. Да, все, всем большой миндэ. Буду говорить рахмед. Да, ну, некоторым рахмед. Да, рахмед. Все, ну, всего доброго, короче. Короче, на ютубе что будем резюмировать? А, ты на ютубе, да? Я еще на ютубе. Кто-нибудь резюмает? А, что там все уже? Да, ладно. Всего доброго. Всем всего хорошего. Давай. Всем привет, бэрбэрхаргей.